на ремонте вот такая хлебопечка saturn значит собственно сама хлебопечка работает проблема в том что пропускает уже в таком состоянии она пришла но проблема в том что она тут ну совсем раздолбана уже даже выпал самостоятельно вал не то чтобы не держится просто со свистом все раздолбан до такой степени что не протекает выливается как этот вопрос решать не простая задача потому что замена сальника и втулки не сделать на месте потому что здесь завальцовано во первых на заклепки а во вторых здесь не обвальцованное место и не вытащить сальник только высверливать значит что нужно сделать здесь заклепки как видите я уже высверлил значит было заклепано я сначала немножечко болгаркой срезал а потом сверлом на 8 немножко дальше досверлил вы можете прямо по центру с самого начала сверлом на 8 сверлить пока не отлетит верхняя шляпка отлетела все когда отлетела поддеваете чем-то таким три штуки и аккуратненько поддеваете и она выпадает все теперь у нас есть доступ к сальнику сальник выходит в эту сторону ну а втулка можно в эту можно кто не важно она выбивается зачем нужно разбирать ну затем что нужно как минимум размеры и знать сатурн надо подбирать сальник сейчас я выковырю и скажу размеры значит выковыривать будем прям смысле выковыривать сейчас добавлю света немножко просто выковыриваем в принципе какой формы был сальник уже неизвестно все разбито но мы хотя бы можем видеть ширину что еще здесь вставлена втулка теперь можно приступить к выковыриванию втулки и так пришла посылка с запчастями для хлебопечки втулка сорник стопорное колесо я нашел у себя буду ставить такое так чтоб она могла вращаться внутри сальника теперь самое сложное это подобрать что-то такое чем можно выбить прямо такого уж по диаметру я дома ничего нашел ну вот обыкновенный держатель для биты потихонечку выходит выходит нормально быстро вставлю с другой все дальше уже нужно что-то подкладывать подходящий подчебник скорее всего подойдет старый подчинник как раз приобрелся ну собственно и все теперь нужно запрессовать туда назад хорошую втулку только подходит как раз по диаметру сальник тоже подходит все в порядке поэтому вот так вот отлично мне кажется зайдет как тут и было втулку вставил теперь поставлю сейчас стопорное кольцо надо его разжимать и ставить сейчас придумаю на нержавеющие там же где я заказывал сальник я заказал еще не ржавеющие винты нужно из нержавейки вот такие что сюда вставляются немножко коротковато скорее всего будет нормально и с этой стороны уже гаечка без разницы нержавеющая или какая сейчас что нужно ставить стопорное кольцо так получилось у меня натянуть это стопорное кольцо на что хотел обратить внимание что его размер стопорного кольца был должен быть такой чтобы он мог вращаться внутри вот здесь вот внутри потому что она на него наедет и это должен вращаться нужно смазать тут принцип какой если вы если у вас нет хорошие смазки лучше вообще не смазать пусть лучше без смазки работает есть хорошая смазка это специальная смазка для стиральных машин она не меняет вязкость при повышенной температуре поэтому я могу немножко смазать и здесь в обтулке немножко совсем немного не нужно и сучу смазки нужно вот сюда вовнутрь самой самого сальника положить именно во внутрь туда собственно и все после первого раза она выйдет теперь задавливаем туда стопорное кольцо до конца стопорим в канавку он должен попасть все зафиксировался и раз размазываем смазку чтобы она разошлась по краям и чтобы шток его не не выдавил вот так и все и вставляем на этом все собственно и теперь закрепляем на ведро с помощью винтов и так я в таком уже разобранном состоянии подключил но освободил чтобы ремень не мешал вращаться подключил ты нагревается электродвигатель все равно не крутится что нужно сделать нужно проверить сопротивление обмоток она может быть разным но оно должно быть как минимум значит плюс минус около 100 он больше меньше значит как-то так сейчас буду прозвонить значит есть три контакта 220 здесь у нас 223 ума здесь на этом пусто на черном пусто красный белый 223 белый черный тоже ну собственно сгорела обмотка какая-то одна из них причем не та которая идет от конденсатора от конденсатора идет красный провод и через конденсатор на вот красный нету на черном поэтому двигатель сгорел под замену я его открутил 4 винта вот в этой модели он так называется можно в принципе подобрать что-то подходящее на другое вот такая ситуация с электродвигателем под замену да и я проверил 220 поступает на него здесь соответственно схема рабочая 220 на него идет электродвигатель под замену и так хочу поделиться с вами как отремонтировать электродвигатель хлебопечка в принципе я уже собирался его заказать но решил посмотреть не было контакта как я говорил на черном вот я вскрыл открывается очень просто 4 винта вот таких откручиваем и две половинки разбираются вот здесь весь был за завязан веревочками залит немного пролит лаком поэтому открыть и закрывать нужно аккуратно и вот в этой черной я оказывается вот стоит термо предохранитель причем в каждом из трех я разобрал срезу взял обыкновенным строительным лезвия разрезал кембрик и вот внутри стоит термо предохранитель он не звонится то есть как бы сама обмотка и так делаем проверку все ли в порядке с обмоткой в том числе черный но уже делаем замер не до термо предохранителя после значит красный провод соединяем и к черному у нас 86 он белый провод соединяем и к черному 139 он ну как бы все в порядке значит проблема собственно в том что порвался ремень он намотался на шкив электродвигатель не крутился на него питание все равно подавалась он перегрелся сгорел термо предохранитель и все что я сейчас делаю замкну просто пайкой замкну вход выход термо предохранителя и все электродвигатель будет исправен ну и потом на место веревочками посвязываю для того чтобы вот это все не телепалось как оно и было собираю и будет счастье клиенту электродвигатель исправен неисправен отремонтирован ну а сейчас я просто здесь пайкой кинул перемычку и вставлю сюда кембрик как его вставлю отсоединю черный провод с разъемом и проведу сюда кембрик чем все закончится покажу вам итак продолжаем ремонтировать электродвигатель хлебопечки с ним в принципе я уже разобрался что что делаем вырезаем термо предохранитель я решил его не у меня даже есть термо предохранителя но я решил его не восстанавливать здесь причина какая по сути дела здесь их 3 если надо какой-нибудь другой расплавится но я хотел бы нужно вытащить эту штуку вытащить термоизоляцию сейчас я сделаю и вот здесь сделаю просто механическую скрутку на этих ножках соединение должно быть механическое если я сейчас припаяю то ну раз расплавился термо предохранитель здесь припой собственно 157 градусов расплавился и разомкнулся поэтому припоем здесь нельзя сейчас сниму эту изоляцию и надену новую обыкновенную вот такую и начну собирать на эти ножки просто скручу вместе механическим механической скруткой здесь должно быть только механическое соединение ну или еще как-то по-другому сейчас попробую как это лучше сделать ну что же я соединил просто скрутил эти две остатки ножки вот таким образом и теперь сажу сюда термоусадочную трубку даже и усаживать не буду просто она мягенькая вот так вот поставлю и теперь осталось назад все скрутить веревочкой аккуратненько здесь было все смотано теперь нужно все смотать чем-то другим чем я со старого ремня этот же хлебопечки вытащил армировочную нить старый ремень вот в таком состоянии это ремень и вот я нить отсюда вытащил она очень крепкая и теперь буду потихонечку так завязывать нужно аккуратно потому что у меня есть такой крючок для вязания и потихонечку буду вматывать для того чтобы не повредить ничего по кругу как и было провяжу в принципе это уже такую большую роль не играет но увязать надо чтобы ничего не телепалось потому что вот это тяжелые вещи при вибрации они сорвут именно тонкие проводки которые здесь были сейчас я постараюсь как-то повыгазывать все ну что ж ну вот таким образом получилось просто я связал вот эту часть которая теперь держится ну и соединяя все части и пробуем что получилось как видим что вот таким нехитрым способом можно восстановить электродвигатель не менять электродвигатель хлебопечки потому что здесь стоит на всех трех проводах защита защита от перегрева именно защита от перегрева все теперь скручиваем и подключаем к хлебопечке и пробуем помогло ли или нет потому что тут такой вопрос еще неизвестно будет ли он работать все вот так можно полностью восстановить электродвигатель хлебопечки повторяйте и так я подключил двигатель хлебопечки чтобы попробовать будет ли крутиться сейчас включаем в розетку на любую программу первую включаем опа электродвигатель работает собственно и все что было нужно сейчас осталось все собрать в обратной последовательности поменять ремень я заказал ну и закрепляем и хлебопечка будет отремонтирована и так здесь в этой хлебопечке был порван ремень и из-за порванного ремня сгорел электродвигатель все отремонтировано собираем в обратной последовательности включаем повторяйте подписывайтесь на канал много интересных ремонтов небольшими усилиями простыми инструментами все доброго увидимся на канале